Ирина Старшинбаум родилась 30 марта 1992 года в городе Москва, Россия. Ее тетя Анна Старшинбаум известная актриса театра и кино. Фамилия девушек имела немецкие национальные корни и произносилась как Штаркенбаум. Современное звучание она приобрела позднее. Родители девушки не связаны с кино, но работают в другой творческой профессии. Ирина выросла в семье двух поколений парикмахеров. После окончания школы она училась на факультете коммуникации в Московском госуниверситете печати им и Федорова, а параллельно занималась на курсах театрального искусства в Московском университете психологии и педагогики. Кинематографическая биография актрисы началась не сразу. После получения образования Ирина работала ведущей развлекательных программ на российском телевидении, а также сотрудничала с театрами, в частности, с театром ДОК. В художественных фильмах Ирина Старшенбаум начала сниматься в 2013 году. Дебютом артистки стал мелодраматический восьмисерийный фильм режиссера Игоря Кичаева «Переезд». В 2016 году вышли сразу несколько новых работ с участием Ирины. В комедийном сериале «Крыша мира» у актрисы роль авантюрной дамы Ольги, играя которую, Ира в первый же день съемок по сюжету оказалась в гробу на Ваганьковском кладбище. Актриса уверяет, что после того, как пришлось нырнуть в деревянный ящик, ей больше ничего не страшно и ни один сценарий не сможет поставить в тупик. Не удивили Ирину и создателя сериала «Ольга», когда предложили девушке сыграть героиню, которая в одной из сцен появляется обнаженной. В 2016 прошли съемки военного блокбастера Федора Бондарчука «Притяжение», где одна из главных ролей досталась Старшинбаум. Работа проводилась в обстановке строжайшей секретности, подробности сюжета не разглашались почти до даты премьеры, пресса знала только, что вместе с Ириной снимаются Олег Меньшиков, Риналь Мухаммедов и Александр Петров. Яркий образ в работе высокого уровня стал для актрисы счастливым билетом в мир большого кино. Ирину начали рассматривать в качестве претендентки в актерские ансамбли громких проектов. В 2017 году девушка появилась среди исполнителей сериала Александра Цикала Килиманджара, военной драмы Т-34, спортивного фильма «Лед». Старшинбаум продолжила фантастическую линию, сыграв подругу главного героя в ленте Лачуга-Должника. Главной премьерой 2018 года в фильмографии актрисы стала драма «Лето Кирилла Серебренникова о жизни и творческом пути Виктора Цоя», которая вошла в конкурсную программу Каннского фестиваля. Работа в коллективе выдающегося мастера произвела на Старшинбаум большое впечатление. Девушка поделилась с репортерами, что пережила в своей жизни самое счастливое лето. Съемочная группа проводила время не только на рабочей площадке, но и выезжала на пикники на Финский залив, где у костров звучали песни под гитару. Тем самым режиссер стремился максимально приблизить исполнителей главных ролей к ощущению того времени, которое предстояло воплотить на экране. Усилия командной работы оправдались. За роль Натальи Науменко в картине «Лето Ирина» награждена кинопремией «Золотой единорог» в категории «Лучшая актриса». В 2019 состоялась премьера эротического триллера Константина Богомолова «Содержанки», в котором Старшинбаум появилась в звездной актерской компании. Ее партнерами в кадре выступили Ольга Сутулова, Дарья Мороз, Мария Фомина, Софья Эрнст, Сергей Бурунов, Марина Зудина, Александр Збруев и другие. Несмотря на неоднозначную оценку публики, «Содержанки» не только заработали высокую популярность, но и, по словам продюсера Ирины Сосновской, вышли на мировой уровень. Ирина приняла участие в втором сезоне сериала, стартовавшем в 2020 году, а в 2021 согласилась на съемки в третьей части. Режиссерский пост на этот раз занял Юрий Мороз. Ирина работала над фильмом «Вторжение», продолжением проекта Федора Бондарчука «Притяжение». По сюжету героини Старшинбаум после общения с инопланетным существом сама становится объектом изучения российских ученых. Вскоре обнаруживается, что девушка несет в себе опасность, которая грозит гибелью всему человечеству. В телепрограмме «Вечерний Ургант» Ирина назвала Бондарчука своим крестным отцом. По словам девушки, именно он открыл ей дорогу в кинематограф. В 2020-м стартовал показ сериала «Шерлок в России», в котором Ирина сыграла вместе с Максимом Матвеевым, Владимиром Мишуковым, Павлом Майковым. Дарья Мороз и Ирина Старшинбаум продолжили сотрудничество в триллере «Медиатор» о профессиональном переговорщике, который не только спасает заложников из рук террористов, используя профессиональные навыки, но и зарабатывает этим солидные суммы. Андрей Бурковский исполнил главную роль. К касту присоединились Юлия Пересильд, Виктория Толстоганова и Марьяна Спивак. Еще одной яркой премьерой 2021 года стал проект «Общага» режиссерский дебют романа Васьянова, поставленный по мотивам книги. К слову, соглашаясь на эту роль, Ирина изначально ознакомилась с оригиналом, не читая сценарий. Действие происходит в 80-х годах прошлого столетия. Исполнительница главной роли Нелли в интервью назвала своего персонажа очень темпераментным человеком. Героиня Старшинбаум старается выразить свою личность, но особенности того времени не давали возможности выделяться. Это во многом сформировало ее характер. Персонажи Ирины назвали первой советской феминисткой. К слову, и сама актриса поощряет равноправие и сетует, что до сих пор российский зритель воспринимает лучше мужчин в амплуа ключевых героев. При подготовке к съемкам артистка вдохновлялась кинематографом 80-х годов, пересматривая такие фильмы, как «Интердевочка» и «Вокзал для двоих». Вместе с режиссером они попытались провести аналогию между Нелли и Софи Лорен. Вообще 2021 год подарил исполнительнице сразу несколько ярких проектов. Летом на сервисе Мор. ТВ стартовал с сериала о любви и путешествиях Джетлак, в котором ей также была уготована главная роль. Интересно, что съемки должны были начаться в апреле 2020 года. Но из-за пандемии коронавирусной инфекции производство было заморожено, ведь локациями для Джетлака должны были стать Берлин, Таиланд и Португалия. Тем не менее, после открытия границ все было возобновлено. В инсумнии Ирине пришлось проникнуться драматической судьбой своего персонажа, который болен онкологией. Эта работа, по ее личному признанию, стала одна из самых сложных и в то же время самых дорогих. Ирина в начале творческой карьеры скрывала факты личной жизни от прессы. Но в 2016 году в СМИ стали распространяться слухи о романе Старшинбаум и актера Александра Петрова, звезды сериала «Полицейские с Рублевки». Впоследствии актеры открыто заявили прессе, что встречаются. Стремительно начавшиеся отношения породили слухи, что Ирина беременна. Но в январе 2017 года она выложила в Инстаграм, соцсеть запрещена в РФ, она принадлежит корпорации Мэтта, которая признана в РФ экстремистской, ряд фото, где четко видно плоский живот и стройную фигуру девушки. Несмотря на яркие чувства, пара решила повременить с детьми, ведь каждый из них находился на пике творческой карьеры. Спустя год после начала романа поползли слухи о скорой свадьбе актеров, а некоторые журналисты уже называли Александра Петрова мужем Старшинбаум. Сами исполнители молчали на этот счет. В середине 2019 года «Светская хроника» обсуждала, что Александр и Ирина расстались. Актера заметили на фестивале «Кинотавр» в компании коллеги Стаси Милославской, с которой он накануне снимался в проекте «Стрелец». Позже Милославская и Петров подтвердили роман. Ирина Старшинбаум официально не комментировала финал отношений с Петровым. Актриса считает себя влюбчивым человеком, но в то же время к отношениям подходит по-взрослому. Не нужно путать любовь к близкому человеку с любовью к себе, считает знаменитость. Из-за совместного отдыха на Бали поклонники предположили, что Ирина встречается с Филиппом Нестеренко, коллегой по фильму «Лето», режиссером по образованию. Парень младше Старшинбаум на 6 лет. Известно, что молодые люди дружат, более близким отношением официального подтверждения нет. В YouTube-шоу Светланы Бондарчук Ирина в 2019 году призналась, что влюблена, но не стала называть имя нового избранника. Артистка лишь отметила, что ее партнером по жизни может быть только человек из актерской среды, таков принцип Старшинбаум. С тех пор Старшинбаум более никак не высказывалась о личном, сейчас эта информация неизвестна. Знаменитость обожает сладкое, хотя ей, как и многим звездам шоу-бизнеса, приходится следить за своим рационом, и не представляет своего утра без крепкого кофе. Девушке удается сохранять стройность и подтянутость тела. При росте 170 сантиметров вес Старшинбаум не превышает 53 килограмма. У звезды выше левого запястья есть тату в виде точек и стрелочки. Актриса вносит свой вклад в благотворительность. В эфире передачи «По правде говоря» Ирина выступила в поддержку женщин, больных с ПИДом. Вместе с любовью Аксеновой, Зарой, Ксенией Головиной и Антоном Севидовым Ирина читала стихи современных авторов в рамках марафона «Решетка вопреки». Продолжение следует...